Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Я нахожусь в очень примечательном месте, прямо позади меня горы Иордании. А перед этими горами располагается Мертвое море. На юге этого моря, раньше, во времена Авраама и Лота, располагалось пять городов, названных Содомским Пятиграде. Они перечислены в Бытии, Содом, Гамора, Адна, Сева, Ин, Сегор. Господь призвал Авраама стать праотцем народа, который известен нам как израильский народ. Его потомками являются евреи по национальности. Этим словом именуют определенную этническую группу, чьим прародителем стал Авраам, отец израильского народа. Исаак, Иаков и его двенадцать сыновей, его потомки. Я хочу поговорить с вами сегодня на важную тему, которая коснется племянника Авраама, Лота. Название моего урока «Как вымолить своих детей из Содома». В первую очередь, прежде чем мы будем говорить о ходатайственной молитве, вам нужно понять, чем является Содом. Содом был одним из пяти самых крупных городов на юге Мертвого моря. Мы не знаем, насколько он был велик. Много лет назад я прочитал в археологических заметках предположение, что в Содоме и Гаморе жило около пятидесяти тысяч человек. Сегодня все иначе, но во времена Авраама Лот неспроста выбрал земли Содома и Гаморы, чтобы поселиться там, они орошались водой, как сад Господень. Мы знаем опытным путем, что на южной стороне Мертвого моря располагается много воды, речных русел, некоторые из них высушены, некоторые орошаются дождем, но в те времена там было много воды, что делало это место таким привлекательным для владельцев отар и скота. Также прямо здесь пролегает сирийско-африканский разлом, который начинается в Галилее и тянется через Мертвое море до севера Израиля. Здесь был проложен торговый путь. В 14 главе Бытия описано, как цари боролись за эту территорию у Мертвого моря. Это было отличным местом для торговли, поэтому здесь строились города. Но было одно но. Напоминаю, тема урока — как вымолить своего ребенка из Содома. В этом городе творилось беззаконие. В 19 главе Бытия описывается один из самых тяжелых грехов, распространенных в землях Содома и Гамора. Если вы обратитесь к этимологии слова «Содом», то вы узнаете, что оно означает то, что Иезекииль называет беззаконием Содома. «Блуд мужчины с мужчиной, молодого с молодым, пожилого с молодым». Это помимо всех тех грехов, перечисленных в 19 главе Бытия. Там творилось бесчисленное количество грехов и беззаконий. Лот поселился там со всей своей семьей. Давайте немного поговорим о Лоте и сравним его с Авраамом. Я покажу вам нечто уникальное, как мне кажется. И первое, Авраам был духовным человеком, в то время как Лота духовным никто не называл, хотя Петр описал его как праведного человека. Значит, он знал Бога, и он верил в Бога Авраама. Тем не менее, лидером народа, клана, колена, на то время был Авраам, а Лот просто следовал за ним. Второе. Обратите внимание, что в Библии постоянно упоминается, как Авраам строил жертвенники по пути к обетованной земле. Он строит жертвенник в Вифиле, затем он строит жертвенник вместе под названием Беаршева. Обратите внимание, что Лот и Авраам шли к обетованной земле вместе, но Лот ни разу не строил жертвенников. Авраам их строил, а Лот нет. Что это говорит о молитвенной жизни Лота? Мы также знаем кое-что о жизни Авраама, и мы видим, что Лот часто приходил к нему на помощь. Прошу прощения, Авраам, конечно, часто приходил к Лоту на помощь. Лот постоянно попадал в неприятности. Его брали в плен цари, царь Синаара, это бывшая территория Вавилона, сейчас там располагаются Ирак, Ливия и Сирия. Цари захотели захватить эти территории, и они взяли в плен Лота всю его семью и забрали все богатства Содома к себе. Аврааму пришлось взять с собой 318 рабов на верблюдах, я назвал их горбатой бригадой, потому что у всех верблюдов есть горб, но это я так шучу. Аврааму пришлось брать с собой людей и животных, чтобы вернуть Лота. Так Авраам снова делает то, чего не делает Лот. Мы читаем о том, что Авраам был не только успешен в битвах, и что ему пришлось бороться за Лота, но мы также видим, как Авраам платит налог мелкий Седеку. Нигде нет информации о том, чтобы Лот что-либо платил или отдавал. И вот к чему я это говорю. Лот оказывается в ситуации, где Авраам обращается к нему, «Посмотри на всю эту землю и выбери, куда ты пойдешь, и где будешь жить». Конечно же, Лот выбирает Содомское Пятиграде. Как раз на этом месте я сегодня стою. Оно находится на юге Мертвого моря, а сзади меня Иордания. А вот докуда дошел Лот. Он выбрал эту землю, и вот что мы читаем в Библии. Лот взглянул на Содом. Здесь стоял город, в котором, как пишет Езекиэль, творили пять страшных грехов, плюс тот, что он называет беззаконием. О нем мы читаем в 19 главе Бытия. Мы читаем, как он смотрит в сторону Содома и разбивает лагерь рядом. Дальше в повествовании Лот оказывается уже в самом Содоме. То есть, вначале он только смотрит в его сторону, затем он идет в его сторону, после чего он уже в городе. Позже мы читаем у Петра о том, что Лот был в отчаянии, отцарившего вокруг него разврата. Перед нами человек, у которого есть вера в истинного Бога, но он оказался в настолько развращенном городе, что разговоры в этом городе, как сказано в послании Петра, а на греческом это слово означает «дела», которые совершали эти люди. То, чем они занимались, мучили этого праведника каждый день. Я говорю с вами сегодня об этом, потому что у многих, кто смотрит меня, сегодня есть дети, сыновья и дочери, которых вы воспитывали для праведной жизни. И, возможно, эти дети сейчас оказались в местах, где процветает разврат. Может, сейчас на них оказывают негативное духовное влияние, из-за которого они впадают в различные зависимости от алкоголя, или, что хуже, от наркотиков. Вы очень переживаете за них и говорите себе, «Господь, что мне делать с людьми, которые влияют на моих детей, моих родных, в которых течет моя кровь, и призываю их вести безнравственный образ жизни? Что же мне делать?» Я знаю, что кто-то из вас задается этим вопросом сейчас, и вы очень переживаете о своих близких. Вот что я хочу вам сегодня сказать. Вам нужно задать себе вопрос, «Что мешает моим детям или внукам прийти к Богу?» Чаще всего это что-то одно из четырех причин. И первое – они слепы духовно. Павел молился о том, чтобы очи вашего сердца могли видеть. Я не имею в виду телесную слепоту, но они слепы к делам Бога. И вам нужно молиться, чтобы Бог открыл их глаза. Нужно молиться о том, чтобы очи сердца духовно слепых людей открылись. Далее второе. Многие ваши близкие не спасаются по следующей причине. Они отказываются слушать. Это означает, что их уши закрыты. Вы предупреждаете их об опасности, но они не слушают. Они не обращают внимания. Они слышат, что вы говорите, но им все равно на то, что вы говорите. Поэтому вам нужно молиться, чтобы их уши, духовные уши, открылись для Божьего слова. Не стоит ждать, что тот, кто духовно слеп и глух, автоматически примет слово, которое вы ему говорите. Вначале вам нужно помолиться, чтобы их уши и очи открылись. Об этом говорил Иисус. Вот чем еще я хотел с вами поделиться. Очень часто дух человека оказывается мертв, они не отвечают Святому Духу, потому что они живут по плоти, живут во грехах и духовно мертвы. В этой серии проповедей я говорил о пробуждении Духа Человека через молитву. Сейчас я не буду тратить на это время. Позвольте мне назвать вам четвертый очень важный пункт. Я задам вам вопрос. Почему число людей, служащих Иисусу, не увеличивается? Потому что те, кто знают Христа лично, понимают, что для того, чтобы следовать за Христом, нужно отделиться от этого мира. Есть вещи, которые мы не совершаем, потому что считаем их греховными, когда становимся последователем Христа. И вот основная причина, как мне кажется, и главное оружие, которое дьявол использует против неспасенных членов семьи, в Библии оно названо греховным удовольствием. Если вы думаете, что грех не может приносить удовольствия, то вы, наверное, уже давно не грешили. И слава Богу! Но именно это часто не дает людям начать жить другой жизнью. Они наслаждаются своим грехом. Мы можем посмотреть, что сказано в послании к евреям, 11 главе. Это с 23 по 25 стих. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, а теперь внимание, нежели иметь современное греховное наслаждение». Греховное наслаждение. Слепота, глухота, мертвый дух. Греховное наслаждение не дает людям выбраться из оков своих беззаконий, поэтому они не следуют за Богом, не слушают Его, не рождаются заново. Проблема в греховном наслаждении. Послушайте меня внимательно. Сейчас я назову еще одну важную причину. «Грех вызывает чувства, приводящие к зависимостям». К примеру, существует зависимость от порнографии, от наркотиков, от алкоголя. Зависимости связывают людей и делают их бесчувственными к обличению Святого Духа. Они становятся так сильны, что невозможно услышать обличение. Я прочитаю вам очень странный стих. Это притча 23 глава. Послушайте, что тут сказано. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаши, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусят и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратно. И ты будешь, как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. И скажешь, «Били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Здесь показана сила алкогольной зависимости. Человек, находящийся в состоянии опьянения, не понимает, что происходит вокруг. Он просыпается только для того, чтобы снова выпить. Или, если речь идет о наркозависимости, чтобы употребить еще одну дозу. Почему? По двум причинам. Либо для того, чтобы заглушить боль внутри, либо потому, что любое наркотическое вещество или алкоголь вызывают потребность и желание употреблять его снова и снова. Мы имеем дело с поколением зависимых людей. В этом нет сомнения. Мы имеем дело с людьми, которые нуждаются в свободе. Я дам вам несколько шагов, которым научил меня господство. Слушайте меня внимательно, чтобы понять, как вымолить своих детей из рабства Содома. Содом символизирует зло, зависимость, плоть, беззаконие. Как им помочь? Первое. Найдите подходящее обетование и списание для своей семьи. Вот отличное место. Надеюсь, ручка у вас недалеко. Запишите себе. Деяние, 16 глава, 31 стих. Павел обращается здесь к стражу темницы после того, как двери темницы раскрылись, и Павел, Сила и другие заключенные были выпущены на свободу. Он сказал, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Найдите этот стих, выпишите его и ухватитесь за него. Верьте, что Бог спасет вашу семью. Второе. Найдите себе стих вне контекста. Это стих, чье первоначальное значение говорит об одном, но вы применяете этот стих для своей ситуации. Я приведу еще один пример. «Сион, едва начав мучиться родами, родил сынов своих». Это Исайя, 66 глава, 8 стих. Буквально этот стих говорит о том, как перерождение еврейского народа произошло в один день. Еврейский народ претерпел Холокост, это было их мучением. И после этого народ был возрожден. Но вы можете применить этот стих для своей ситуации. Сион символизирует церковь. Когда тело Христа, церковь, страдает, вы можете произвести детей, которые будут рождены заново от Духа и после крещения в Адон. Наша ходатайственная молитва очень важна. Вернемся к Аврааму. Он был ходатаем. Когда Господь замыслил уничтожить Содом и Гоморру, Авраам заступился за них. Господь говорит, «Я не могу уничтожить их из-за моего завета с тобой. Твои родственники живут в Содоме, поэтому я не могу уничтожить этот город, не сказав прежде об этом Авраам». После Авраам начинает ходатайствовать за эти города, начиная с 50 душ. Он говорит, «Если ты найдешь 50 праведников, пощадишь ли ты город?» Господь отвечает, «Я пощажу его, если найду 50 праведников». Авраам предлагал 40, 30, 20 и остановился на 10. Вот в чем вопрос. Почему Авраам остановился на 10 праведниках? Потому что там жил Лот, его жена, две его девственные дочери, еще там жили его зятья и невестки, которые погибли при уничтожении Содома. И большинство раввинских ученых говорят, что Авраам видел десятерых людей, когда они подходили к Содому, но ни Лот, ни Авраам не думали, что эти невестки и зятья не покинут этого города, что они останутся там даже после Божьего предупреждения. Вам нужно найти стих вне контекста. Послушайте, «Были беременны, мучились и рождали как бы ветер, спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали». Другими словами, когда во время трудностей вы говорите, «Господь, что-то я волнуюсь, надеюсь, он спасется, спаси его, пожалуйста, такая молитва не имеет силы, но есть ходатайственная молитва в духе». Господь слышит ее, вмешивается, и уводит оттуда Лота, его жену и дочерей. Вы знаете, что его жена обернулась на город и погибла, но тем не менее, и она, и дочери избежали изначального наказания, потому что Авраам вступился за них. Не упускается этого из виду. Ангел пришел и вызвали Лота благодаря ходатайству Авраама. К чему я это? Если у вас есть неспасенные родственники, то вам придется потрудиться. Вам нужно стоять за них в сильной ходатайственной молитве, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. Я хочу дать вам еще один стих вне контекста, на который мне указал мой друг. Я надеюсь, вы все это записываете. Это Исайя, 40 глава. Третий и четвертый стихи. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякие долды наполнятся, и всякая гора и холм допонизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Если я хочу применить этот стих для своей ситуации, мне нужно понять его значение. Итак, что значит сделать стези прямыми? Если я применяю этот стих в молитве за моих неспасенных родственников, то мне нужно просить Бога исправить, изменить их извращенное понимание. Дать им правильные мысли, а не искаженные. Мы рассматриваем этот стих вне контекста, потому что хотим применить его в молитве за свою семью. Далее здесь сказано о понижении горы холмов. Гора — это высокая вещь, символ препятствия, оков и трудностей. Павел говорит, что гора — это превозношение, восстающее против познания Божьего. Поэтому мы молимся так. Господь, пусть все превозношения, которые восстают против познания Божия, опустятся. Разбей цепи рабства в их жизнях и в их умах. Разрушь оковы неправы. Третье, о чем можно молиться из этого стиха, всякий дол да наполнится. Дол, долина — это место давления и печали. Она находится внизу. И вот какое применение я вижу здесь для нашей ситуации, где мы молимся о спасении наших родных. Депрессия и давление опустили их дух, но мы протягиваем свою руку в духе и достаем их из этой страшной долины. Мы молимся так. «Господь, помоги им и подними их. Пусть разобьются все цепи. Пусть давление прекратится и они снова поднимутся». Когда они поднимутся выше к Богу, мы должны просить Его изменить их жизни. Найдите стих и посмотрите, как его можно применить в вашей жизни для самых разных ситуаций. Вот что я вам точно скажу. И Авраам это подтвердит. Вам надо стать ходатаем. Вы не спасете их своими надеждами, своими мыслями, своими приглашениями в церковь. Вам нужно ходатайствовать за них. Хочу поделиться с вами тем, что мне сказал Господь. Недавно я разработал несколько уроков по молитве за блудных сыновей и дочерей. Быстро напомню вам все вышеперечисленные пункты. Первый. Вам нужно молиться, чтобы Бог пробудил их дух. «Господь, пробуди их изнутри». Второй. Вам нужно молиться, чтобы Господь открыл их духовные глаза и уши, чтобы они прозрели и обрели слух. В Библии сказано, что они с трудом слышат духовными ушами. Молитесь, чтобы они услышали истину и приняли послание от Господа. У меня здесь еще целый список, но мы не успеем по нему пройтись полностью. А вот что хочу еще сказать. Когда вы начинаете молиться за тех, кто далек от Бога, особенно если они ведут неправедный образ жизни, глубоко греховный, один из самых важных пунктов, любите их безусловно. Возьмите телефон, наберите им и скажите, «Просто хочу, чтобы ты знал, я молюсь за тебя. Мою любовь к тебе ничего не изменит». Поразмыслите над этим. Однажды Господь сказал мне, «Дьявол не может ненавидеть тебя сильнее, чем я тебя люблю. Поразмыслите над этим немного». Ненависть сатаны к тебе не так сильна, как любовь к Богу. Проявляйте безусловную любовь. Молитесь, чтобы Бог открыл их очи и уши. Молитесь о пробуждении их духа. Своей молитвой вы поможете детям избавиться от разрушительного влияния и покинуть место, которое можно сравнить с Содомом и Гаморой, и которое символизирует современную систему ценностей. У нашей программы всегда есть, что вам предложить. Вы помогаете нам выходить в эфир, поддерживая нас покупками. Посмотрите, какие у нас вышли новинки, и слава Богу за эту чудесную погоду у Мертвого моря в Израиле. Последний пророческий сборник Перри Стоуна уже в продаже. Узнайте, какое будущее ждет Америку, исходя из исторических и библейских источников в книге Перри Стоуна «Последний шифр» и «Возвращение Христа». Перри изучил и проанализировал важнейшие откровения и их значения. Он расшифровал 20 шифров и в том числе различные циклы и закономерности, основанные на древних пророчествах Писания. Вот название некоторых глав. Расшифровка и понимание божественных загадок. Пророческие шифры двух городов, связь с Китаем. Цикл вирусов, как отзвук древних шифров Римской империи. Шифры третьего триместра, родовые боли, шифры Америки и их связь с древностью, шифры Римской империи, гибель совести и обличения в Америке, шифры Помпеи и запретное слово на «и», шифры казны, американские границы не выдержали, шифры будущего и образа зверя, 13 глава Откровений, снятие шифра с метки зверя, Откровение 13, интерпретация странных космических знаков, шифр денег, подсказка перед распадом империи. Перри также отвечает на вопросы, кто может избежать того, что грядет на Земле. Он также раскроет предупредительный шифр от Святого Духа для Церкви. Вместе с книгой вы получите два CD-диска «Подготовка и выживание в трудное время». Пришло ли время покидать большие города? Что можно сделать, чтобы подготовиться к грядущим катастрофам и к будущему разрушению? Новый пророческий сборник от Перри, в который входит книга «Последний шифр» и «Возвращение Христа», а также два CD-диска «Подготовка и выживание в трудные времена», теперь доступны при пожертвовании в 35 долларов или больше. Заходите на сайт или звоните по телефону, указанным на экране. Вы также можете отправить нам письмо по адресу, указанному на экране. Номер запроса предложения FS138. С нетерпением ждем ответа от вас. С вами Перри Стоун. Спасибо за то, что смотрите нас. Многие из вас знают, что я уходил в небольшой отпуск, но я рад записывать концовки наших программ. Вначале я хотел бы поблагодарить всех тех, кто посреди пандемии коронавируса поддерживал служение «Голос евангелизма». Я начал это служение, когда мне было 18 лет. С 18 лет я нахожусь в служении полного времени. Это 45 лет служения. И все это время я садился в машину или в небольшой коммерческий самолет и ездил по всей Америке, проповедуя в церквях. Чаще всего я проповедовал на Востоке или Юго-Востоке. Я проповедовал сотням тысяч людей, может, даже миллионам. А вот сколько людей мы охватили за 45 лет. А еще у нас есть телепрограмма. Я благодарен христианским телеканалам, благодаря которым я проповедовал во многих странах мира, в которых я никогда не мог бы побывать лично. спасибо всем тем, кто продолжает смотреть нашу программу. И я хочу, чтобы вы знали, что сейчас мы готовим... Мне нравится говорить именно мы, а не я. Я уже готовлю проповеди для нашего тура в Израиле и для программ, которые мы записываем там каждый год. Проповеди, которые Господь дает мне в этом году, сильнее и откровеннее, чем когда-либо. Я очень этому рад. Когда вы можете сесть и освободить свой разум от всех забот, суеты и мнений о людей, а потом соединиться с Господом, это просто удивительно. Вы получаете четкие, ясные откровения в своем духе. Поэтому я благодарен Богу, Господу Иисусу Христу и Духу Святому за то, что они дали мне быть служителем слова. Я также благодарю всех тех, кто поддерживает наше служение своими молитвами. Если вы партнер нашего служения, то, пожалуйста, обратите внимание на сентябрьский номер нашего журнала, а особенно на статью о ситуации в моей жизни. Я хочу напомнить, что у нас в Фейсбуке есть своя страничка. Также не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Каждую неделю мы выпускаем очень важное видео. Обычно о пророчествах. Обычно такое видео одно. Это всегда интересно и познавательно. В прошлом я много ездил и проповедовал в собраниях, где было от ста человек до нескольких тысяч человек. И это было прекрасно. Мне это очень нравилось. Но я понял, что это можно делать иначе. Полтора года назад Господь сказал мне, что пробуждение придет через камеру. И теперь я понимаю, что Он имел в виду. У нас в Фейсбуке есть своя страничка. Мы ценим ваши молитвы и финансовую поддержку. Будьте благословенны. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к его Туру по Израилю весной 2021 года с 14 по 23 апреля. По желанию можно будет посетить Петру в Иордании. Позвоните по телефону на экране или зайдите на сайт perristown.org за всей информацией. Места ограничены. Звоните сегодня. Продолжение следует...